Утро на телеканале Россия продолжают вести Чувашия. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 26 мая. В Чувашии решили возродить вытрезвители. Не только в Чебоксарах, но и в городских округах. Об этом стало известно на заседании Кабмина. О необходимости принятия республиканского закона об их создании еще год назад активно наставила прокуратура. Тогда даже привели статистику. В год в общественных местах выявляют более 20 тысяч перебравших с горячительным в барах, ресторанах или на домашних посиделках. Десятая часть жителей под градусом, как правило, не держится на ногах и не ориентируется в пространстве. И в таком состоянии люди порой совершают преступления, иногда весьма жестокие. Или сами становятся жертвами злоумышленников. Чтобы этого не допустить, решили заново отстроить пункты, где людей под шофе будут приводить в чувства. Первый вытрезвитель в 2023 году должен появиться в Чебоксарах, затем отстроить другие. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто создал и развивает собственный бизнес. Кстати, день российского предпринимательства возник относительно недавно. Он был учрежден президентом страны в 2007 году. Сейчас в Чувашии насчитывается около 45 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП. Для поддержки именно индивидуальных предпринимателей в субботу в столице Чувашии пройдет ярмарка самозанятых. Предполагается, что она поможет индивидуальным предпринимателям в продвижении собственного производства. Ярмарка развернется 28 мая в торгово-развлекательном центре «Каскад». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо быть действующим самозанятым, зарегистрированным на территории Чувашии, а также предварительно заполнить анкету по ссылке, указанной на экране. До лета осталось меньше недели. Подготовка к теплому сезону в Чебоксарах уже началась. Пляжи очищают от мусора и благоустраивают. На днях сети-менеджер города Денис Спирин решил проинспектировать ход работ на Левобережном пляже. Внимание главы администрации города сразу привлек торговый павильон, работающий как кафе. Оказалось, что работа его незаконна. Срок действия договорных отношений закончился еще пять лет назад. И согласно требованиям законодательства, объект уже должен быть демонтирован. Однако собственник на требования покинуть территорию не реагирует и на контакт не выходит. Денис Спирин поручил разобраться с незаконной точкой общепита в кратчайшие сроки. Без внимания не останется и правый берег Волги. Завтра комиссия Чебоксарского городского собрания депутатов по городскому хозяйству осмотрит центральный Афанасьевский и Новосельский пляжи. Не пей алкоголь, пей молоко. С такой необычной фразой столичные сотрудники госавтоинспекции начинали разговор с водителями остановленных машин. На днях в Чебоксарах на проспекте Мира прошла профилактическая акция. Она была направлена на снижение ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Сначала сотрудники ГИБДД интересовались у водителей. Знают ли они о предусмотренном наказании за пьяное вождение? И что нужно делать, если на дороге замечен лихач на веселе? Затем вручали каждому бутылочку молока. Управление внутренних дел по Чебоксарам уверены, такая акция поможет снизить количество безответственных автомобилистов. Только за последние 4 месяца в столице Чуваши инспекторам попались 294 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения. Причем 28 уже дважды. Стражи порядка предупреждают, расслабляться водителям не стоит, ведь акция в городе продолжится. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале Россия.